Всем добрый день! Мы на площадке PELDACON 2024 в Минске. И сегодня у нас замечательная возможность задать некоторые вопросы Гебранову Ашхату из Узенфаком. Добрый день! Спасибо большое, что согласились на такое небольшое интервью. Хотела вас в целом спросить про впечатления от сегодняшнего мероприятия и от мероприятия в 2021 году, которое прошло онлайн и должно было состояться в Узбекистане, но, к сожалению, по определенным причинам было перенесено полностью. Как вам очные мероприятия и то, что на опыт был 2021 года? Всем здравствуйте! В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за столь хорошее мероприятие. На самом деле, такие мероприятия подобные этому очень хорошо нас собирает техническое сообщество, где каждый эксперт может поделиться своим опытом. Таким образом, наше сообщество идет в ногу со временем со цифровыми технологиями, где каждый повышает свою техническую экспертизу на данных мероприятиях. Еще раз спасибо организаторам, нам здесь очень понравилось в Минске, Беларуси. Мы первый раз здесь. Надеемся также в дальнейшем участвовать в них. Касательно 2021 года, на самом деле, да, в Республике Узбекистан должно было проходить подобные мероприятия. Из-за ковидных ограничений оно перешло в онлайн, в онлайн режим. Однако, хочу отметить, что даже переходя в онлайн режим, оно не потеряло своей актуальности. И все эти эксперты, которые участвовали на них, они также смогли донести свою мысль на данном мероприятии. Да, вот Андрей Воробьев сегодня упомянул о возможности так предварительно провести все-таки один из ближайших тыл-деконов в Узбекистане. Как вы относитесь к такой инициативе? Вы бы хотели? Мы всегда рады, на самом деле, к проведению подобных мероприятий в Узбекистане, потому что, как известно, Узбекистан – это гостеприимный народ. Мы очень будем рады, конечно же, если подобная инициатива, она будет одобрена со стороны всех сторон. Мы будем ждать Ташкент и Узбекистане. Надеюсь, это будет совершиться. Да, было бы очень здорово. Я хотела еще у вас немножко уточнить два еще вопроса буквально. Один про деятельность вашей компании. Узенпопом вообще разрабатывает множество решений на базе инновационных технологий в различных направлениях и сферах. Я вот видела, что у вас есть искусственный интеллект и блокчейн в базе ваших решений. Подскажите, пожалуйста, если это, конечно, не секрет и не тайна, может, какие-то рассмотрите новые направления или новые технологии, может быть, какое-то квантовое вычисление, что-то в этом роде? На самом деле мы занимаемся искусственным интеллектом уже как два года, и я считаю, это направление еще, оно не до конца не раскрыто в этой области. И мы, как бы сказать, только начиная, да, у нас есть готовые решения, определенные, как биометрия лица, где определяют путем определенных точек на лице, можем идентифицировать личность, а также вот сейчас начали использовать, обучили свою модель искусственного интеллекта, начали использовать ее для доменных имен. Но это все первые шаги. Я думаю, о дальнейших технологиях, таких как квантовые чтения, как бы еще говорить еще рано. А что касается блокчейна, да, мы сейчас, у нас есть своя платформа, токенус для бизнеса и государства, мы ее используем для хранения критической информации со стороны пользователей. Таким образом, вся информация, которая хранится в данной токен-платформе, она не подвержена каким-то изменениям. Вот, как-то так. Вот. Но я думаю, все впереди, потому что новое поколение, оно такое, как бы сказать, больше всего стремится к каким-то знаниям. И я думаю, next generation, то есть следующее поколение, да, будет заниматься этими вопросами. Спасибо. Да, кстати говоря про next generation, вот хотел у вас уточнить такой немножко личный вопрос про ваших детей. У вас двое, насколько я знаю, и там маленькие. Как они используют интернет? Пользуются ли уже? И как они пришли в этот мир большого поиска? На самом деле, если говорить про моих детей, да, это действительно у меня двое, одному семье, другому девять. Вот. Они уже практически с раннего детства, у них в руках телефоны. Да, мы как-то пытаемся ограничивать, но все равно подобные блокировки, как родительский контроль, они инициативно обходят. Был такой случай, когда, допустим, я как бы, как бы сказать, со своим пальцем заблокировал телефон, когда я спал, они им открыли моим же пальцем. Вот такие моменты случаются со стороны детей. Вот. Но хочу сказать, подчеркнуть, что особенно, немаловажным фактором, что сейчас наше поколение, можно сказать, оно прошло от PC, то есть от персональных компьютеров к мобильному интернету. И мы вот это все испробовали. А нынешние дети, они все стремятся к мобильному применю. То есть они используют контент, они его как бы не креативить, не создают. Поэтому рекомендую родителям, чтобы больше вовлекать в процесс именно в PC, в компьютерный процесс, где они могут сам креативить, то есть сам не создавать контент, они именно просто его используют, как YouTube, там игры свои, потому что это намного более развивает наших детей, наше следующее поколение. Как-то так. Да, в интернете много приложений для творчества, это может быть следующей стадией. Но я надеюсь, что они такие белые хакеры разламывают доступ ради добра. Спасибо вам большое за это небольшое интервью. Очень здорово, что у вас появилась возможность приехать сюда, в Минск. Спасибо большое. До скорой встречи.